Приветствую вас. Давайте мы разберем сейчас ваш вопрос. Значит мне 35, муже 37. Вместе 16 лет, двое детей, 3, 13 и 9. Ну интересно, что начинаете свою историю, свой рассказ вы с возраста своего и мужа. Я думаю, с чем это связано, что вы на первое место ставите возраст. А какое значение это имеет для вас? Какое значение имеет для вас? Ваш возраст? Возраст мужа вашего? Да. И, собственно, дети. Также их возраст. Какое отношение имеет? Вы говорите о том, что вместе 16 лет и это, конечно, довольно большой срок. То есть, получается, что 19 было, когда вы вышли замуж за своего мужа. Вот. И, соответственно, получается, довольно рано стали мамой, да. То есть, 22. Вот. И, естественно, само собой, на мой взгляд, то, что возрастные изменения, как у вас, так и у вашего мужа, да. И были, ну, что называется, вот, неизбежны. Вот. То есть, ну, то есть, абсолютно, абсолютно неизбежны вот эти вот изменения, да, которые с возрастом проходят. Но, то, что мне хотелось бы спросить у вас, это, пожалуй, то, вот, на чем вы выстраивали, да, и, может быть, выстраиваете до сих пор по своему отношению. То есть, ну, конкретно, ну, буквально, вот, что общего между вами, какой фундамент, что вас объединяет, что связывает, вот, и так далее. Потому что, то, что вы описываете, это понятно, то, что вы описываете, но хотелось бы все-таки как-то вот немножечко лучше понимать, да, что у вас общего, и как это общая, ну, изменялась, да. Вот. То есть, я думаю, вот, на это вам можно было бы в первую очередь обратить, 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 обратить свое внимание. Вот. Дальше. В один день сказал, что разлюбил, уже пригорел, нет никаких чувств, только переживание за мое состояние. Ну, очевидно, что мужчина здесь, значит, говорит о чем-то таком, что вот в той или иной степени, беспокоил его давно, тревожил его давно, и вот перешло точку кипения. Да. То есть, дошло до предела и вырвалось. Вот. Ну, замечали ли вы, что у него нет чувств к вам? Это вопрос. Ужас. При этом ставит меня на ноги в плане работы, я домохозяйка 13 лет помогаю. А как так получилось, что вот вы домохозяйка 13 лет? Я вижу, ему сложнее, чем мне. Был разговор спокойный, спокойный, без эмоций. Последние договоры у нас отношения не очень хорошо складывались, я устраивал истерики на ровном месте, не ценил, ревновал, а было объездом. Ну, тут вы себя обещаете, вот. То есть, это элементы аутагрессии у вас тут наблюдается, вот, ну, злости, которую вы обращаете сами на себя. Данную порочную практику лучше прекратить, да, и все-таки вот злость направить туда, собственно, откуда она появилась. Вот. Ну и в целом, то, что вы устраивали истерики, ревновали и прочее, не на ровном месте, не на пустом месте это все возникло. Вот. Надо было забрать, откуда. А сколько требовало, понесла я только сейчас, когда потеряла. Ну, тут я думаю, история про то, что вы не совсем хорошо себя цените. Вот. Я думаю, что вот, когда человек начинает ценить то, что он потерял, да, вот. Ну, когда так случается, да, вот, это говорит о том, о том, как правило, что происходит, ну, насыщение определённое. Вот. То есть, если человек, ну, сначала, да, не ценит то, что он имеет, потом человек теряет, начинает переживать. А переживать это говорит вот о том, что когда, вот, на момент, когда, что называется, ну, всё было, да, вот, ну, на момент, когда было, вот. То просто вот происходило, ну, насыщение происходило, вот, происходило насыщение и, соответственно, насыщение, насыщение произошло. Ну, вот, и, соответственно, хочется, ну, чего-то больше, вот, ну, вообще-то, вообще-то, такая реакция, она, в принципе, ну, в принципе, нормальная. То есть, ну, человек, на самом деле, по-другому-то, ну, не может, вот. Тут, тут, конечно, я бы сказал, немножечко другой момент, момент, связанный именно с потребностью. Да, вот, что это было, что это было за потребность, которую вы пытались удовлетворять, да, вот. И, соответственно, когда она была удовлетворена, да, вы пошли, вот, в этом смысле, дальше, да, вы пошли вперёд. Ну, вам захотелось, вам захотелось больше, вот. То есть, вот это вот нужно заметить, это нужно заметить, это нужно, ну, постараться увидеть. Вот, а вы, если вот конкретно сейчас, да, тратите вот своё время, да, на самобичевание, к сожалению. Ну, то есть, максимально вы тратите свою энергию, ну, вот, максимально деструктивно и, вот, к сожалению, вот, немножко не туда. Вы её направляете. Вот, так, интим стал однообразным, он хотел больше, чего я не хотела, я всё поняла и осознала, а что именно всё поняли и осознала, расскажите. У нас был долгий, но спокойный разговор. Разговаривали, почему всё произошло, прояснили, выяснили. Ну, шансовый на последний день сразу сказал нет. Ну, правильно, потому что это, как бы, интеллектуальная такая история, а эмоциональная история, она представляет от себя немножко другой момент, да. Вот, тут, в принципе, и вопрос, да, ну, вот, что вы, что вы осознаете, ну, конкретно, что вы осознаете. И понял, всё, вот, опять же, ну, не кажется ли вам, вот, немного странным, да, спасать, ну, спасать свою семью? Во-первых, что такое семья? То есть, то есть, вот, что есть семья? Вот, задумывались ли вы об этом, что есть семья? Вот, что из себя представляет? Что это такое, как понимать, как понять, что, ну, вот, что сейчас у вас семья, да, а раньше, там, была не семья, а кто-то другого. Ну, вот, то есть, ну, вот, на эти вещи тоже, конечно, нужно обратить внимание вам свое. Дальше. Дальше. Два года назад мы чуть не развелись из-за рукоприкладки. Чего? Ну, если мужа, то, что-то, как-то, вот, я, ну, я боюсь, что, я боюсь, что вы себя не ведете, как та, значит, на кого поднимал руку муж. Вот, ну, может быть, я ошибаюсь, может быть, это с вашей стороны. Ну, 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 была, ну, 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 была рука прикладки. Вот, то есть я, честно говоря, опять же, не понял, может, со стороны, кого это было? но в любом случае, да, серьезно, вот, то, что это было, вот, и это, конечно, довольно, довольно, серьезная травма, травма, вот, ну, психологическая, да, вот, я думаю, честно говоря, как для вас, так и для вашего мужа, особенно если он, ну, как бы, особенно если он раскаивается, вот, поэтому хотелось бы, вот, как-то, ну, больше, больше, что ли, этому внимания уделить, скажем, вот, больше на это обратить внимание, вот, я терпел это последнее, в один момент просто встала, и ушла, вышла на работу, похорошела, и он видел все это, ну, то есть, тут, как-бы, рука пригласила его, его все-таки, но, но, вы его просили, тогда, получается, так, он видел все это, а, то есть, это мы все сделали из места, когда отошлись назад, вернулось все в то же русло, когда я стал наглицей, думая, что он всегда будет рядом, она свернул меня, а зачем вам, чтобы он был всегда с вами рядом, вот, задавались, чтобы вы, эм, таким, ну, таким вопросом, вот, зачем вам, чтобы он всегда был рядом, вот, и не смущает ли вас, эм, то, например, что, как только, как только, как только, вы, вот, ну, плюс-минус, эм, поверили, эм, то, что, человек будет, 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 с вами, с вами рядом, да, вы тоже начали наглядеться, вот, то есть, вот, хочется, хочется спросить, да, вот, не смущает ли вас, а, факт, эм, метаморфоз ваших потребностей такой, эм, сначала одно получается, да, потом другое, вот, как только, ну, 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 как, ну, ну, не случайно, не случайно, это, понимаете, вот, ну, совсем не случайно, совершенно не случайно, так, так, эм, ну, вот, эм, так произошло, понимаете, да? И вы, вот, к моему большому сожалению, ну, не очень много на это судя, потому что я вижу, обращаете опять же своё внимание, хотя это очень важно, вот, понимаете, да, какая, ну, понимаете, какая штука, вот, поэтому давайте вот попробуем, если, ну, раз уж мы сейчас об этом говорим, да, давайте попробуем разобраться с этими вещами, вот, попробуем как-то поинфлировать эти вещи, поинфлировать эти моменты, вот, я думаю, что можно разобраться, разобраться, вот, выведет себя как человек, который, вот, в наших, ну, в близости, да, в контакте, вот, себя чувствует не очень хорошо, в сближении, вот, причем заставляет себя, судя по тому, что вы описываете, заставляет себя в нём быть в этом самом, в этом самом, ну, контакте, вот, так, значит, я глубоко в этом не права, мне, конечно, очень больно, я не сплю, но ему этого не показываю, в чем именно вы не права и от чего вам больно и настолько, что вы не идите и не спите, можете, пожалуйста, вот раскрыть этот момент, 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 по сути, по сути, если я правильно вас понял, сосводится к тому, что вы не ценили своего мужа, сейчас вы вновь его стали ценить, да, из-за того, что он хочет с вами расстаться, ну, это про отношение к себе, в первую очередь, то есть вы не цените себя, вот. Хочу, чтобы он винил себя и корил дальше, почему? Не в смысле, да, что нужно, чтобы он себя корил винил, но из чего исходите вы, я не знаю, как его исправить, и если вообще шанс, ну, сначала надо к себе разобраться, как минимум, тогда уже сможете понять, что к мужу чувствуете, тогда сможете выразить это адекватно, тогда и будет видно. если он настроен так серьезно и хочет сделать это более мягко, ну, его настрой может измениться, может и нет, но вам в любом случае необходимо в себе разобраться, вот. Вот как-то так, на этом все, я надеюсь, что помог вам, всего самого доброго, удачи, обращайтесь.